Микулов В первую очередь можно воспользоваться входным залом, рассчитанным примерно на 120 человек, или гайдусовым залом, примерно таких же размеров. Он первоначально являлся главным залом замка, который был оформлен как традиционный зал предков. Помимо главного помещения, здесь находятся небольшие салоны. Более уютный зал Терена сочетает в себе исторические интерьеры с террасой и располагает небольшой кухней. Составной частью замка является и конгрессовый центр. Это комплекс помещений, который находится в одном из крыльев замка, и его вместимость приблизительно 400 человек, в зависимости от расстановки столов. Это главный зал замка в Микулове, к которому прилегает фойе и, естественно, винный погреб с обустроенной кухней. Свою программу можете расширить осмотром некоторой из экспозиций. Основной из них является галерея Дитрихштейнов. Там вы узнаете истории о жизни отдельных хозяев владений, а также сможете осмотреть уникальный экспонат – похоронную одежду маркеты Франчишки Лобковиц с начала 17 века. Рекомендуем посетить Большую библиотеку, содержащую в себе 11 тысяч уникальных книг и рукописи. Экспозиция римляне и германцы в области Подполавой знакомит с многочисленными находками с эпохи сражений двух цивилизаций в начале летоисчисления. Эта экспозиция имеет свою изюминку – уникальную коллекцию находок с места захоронения германского вельможи, обнаруженную у Мушева, и которая относится ко II веку н.э. Нельзя забывать о Вене. Этой части музея-замка доминирует настоящий европейский уникад, который невозможно не заметить. Огромная бочка с эпохи Возрождения емкостью в тысячу гектолитров. Это значит невероятных 150 тысяч бутылок вкуснейшего напитка. Уже во время своего возникновения бочка вызывала восхищение и тем, каким способом она была изготовлена. Непосредственно обряд, обязательно фотографирование и банкет с многочисленными тостами, музыкой и танцами Можно провести не только в интерьерах замка, но и под открытым небом. Было бы, правда, жалко провести все свое время только в ареале замка. Ряд интересных впечатлений предлагает и исторический город, начиная площадью прямо возле замка, вдоль усыпальницы Детрихштейнов, до еврейского города и Святого холма. А совсем рядом находится Палава, источник целого ряда других незабываемых впечатлений, которые вам гарантируют посещение Микулова, одного из центров конгрессового туризма на Мораве. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok